ГТРК Тверь и РУСФОНД проводят благотворительный марафон. Мы рассказываем о детях, которым нужна ваша помощь. И сегодня познакомим с 9-летним Владом Карповым из Вышнего Волочка. Все полки 9-летнего Влада Карпова из Вышнего Волочка заставлены героями известного мультфильма. На протяжении четырех лет именно они его самые близкие друзья. Мальчик с радостью выходил бы гулять на улицу и проводил бы время с другими ребятами. Однако местные дети играть с Владом не хотят. Друзей у Влада нет на данный момент. Дети его не принимают. И он очень тяжело с этим справляется. Он огорчается, расстраивается, замыкается в себе, когда его обижают. Он мечтает, чтобы у него был друг, который будет с ним гулять, помогать во всем и поддерживать его, заступаться. Поэтому незнакомых людей Влад сторонится и даже сейчас пытается спрятаться от нашего оператора. Малыш родился с пневмонией и двигательными нарушениями, развивался с отставанием. Свои первые шаги мальчик сделал в полтора года. Тогда-то и заметили, что Владик спотыкается и подволакивает левую ножку. Мальчику поставили диагноз детский церебральный паралич. Затем было постоянное лечение в различных клиниках страны. Однако без осложнений не обошлось. У Влада начались приступы, которые сказались на умственном развитии. Когда репанок заболевал, на температуру у него была такая реакция. Он падал без сознания и не дышал. На самом деле это очень страшно, когда на твоих глазах ребенок просто умирает. И ты не можешь ничего с этим поделать. Помочь семье Карповых смогли только в Институте медтехнологии в Москве. По словам врачей, у Влада проснулся мозг и лечение необходимо продолжать. После проведения восьми курсов лечения улучшилась фонематическая разборчивость речи. Ребенок стал более усидчивым, начал собирать пазлы, обогатилось воображение. Поведение Владислава стало более спокойным, улучшились коммуникативные навыки, читает по слогам, переписывает текст с учебника. Владиславу необходимо продолжить лечение, чтобы расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить память и концентрацию внимания, снизить гиперактивность, усложнить игровую деятельность и облегчить обучаемость. Для того, чтобы оплатить лечение, необходимо собрать 199 920 рублей. В семье таких денег нет. Объединившись все вместе, мы можем стать друзьями для Влада и помочь ему. Сделать это очень просто. Нужно всего лишь отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими удобными способами. Все они указаны на сайте Русфонда. Благодаря такому лечению Влад не только сможет учиться и развиваться, но и полностью социализироваться в обществе. Анастасия Налетова, Максим Абаимов, Вести Тверь, из Вышнего Волочка.